Продолжение следует... То есть даже говорить не хочу. Вы семь школьников, фамилию бы вашу знать, и хотелось бы поглядеть в глаза вашим родителям. Кто вас может заставить? Не хотите, не идите. Да чушь это и бред вообще. Меня так раздражает, когда в социальных сетях начинают эту истерику разводить. Давай позвоним, узнаем, что за ситуация была. Давай Ксении позвоним, выясним, что это за история. Сейчас мы узнаем напрямую. Ксения, пришел? Да, да, да. Что же это за история такая? Кто же кого заставляет? А они заявление пишут, видишь, уполномоченные. Какой кошмар. Здесь абсолютно свободно. Никто никого заставить не может. Сегодня у сына в школе в бессмертный полк понесет фото на его прадеда, который не дожил до победы меньше месяца. Дедушка и бабушка. Дедушка участник. Бабушка хоть участников не была, восстанавливал линии связи после бомбежек при наступлении. А Игорь, 51 год. Пойдем всей семьей. Я жена и сын Иван. Назван через погибшего деда Алексея Ивана Андреевича. Дым уже четвертый раз. Не понимаю вопросов. Какое отношение буржуаз на белых в РФ имеет Краснодар? Вообще не понимаю, что вопрос. Давайте послушаем. Ксения, доброе утро. Что это за история со школьниками? Доброе утро, Владимир, Анна. Да, действительно, это правда. Такое обращение я получила. О том, что сообщили некоторые сыны, школьники написали, что их заставляют выйти на акцию «Бессмертный полк». А согласно постановлению проекта, что это выходные деньги. Более того, они, оказывается, это воспринимают как часть военно-патриотического воспитания, так называемые военные сборы для пришеклассников. Вот я, кстати, сегодня еду к ним разговаривать и буду смотреть им в глаза. А зачем, Ксения? Просто реально зачем? Они написали Владимиру обращение. Мне хотелось тоже понять, откуда, кто их заставил, разобраться в этой ситуации. Знаешь, даже не трать на них свое время. Они же не обязаны идти. Не обязаны. Нет, они точно не обязаны идти. И пусть не ходят. И нет никакого обязательства. Выходной им объявят. Конечно, конечно. Ну, понимаешь, ну что ты им скажешь? Ты им расскажешь про их семейную историю? Они не поймут, о чем ты с ними говоришь. Так у меня даже нет задачи их переубедить. Мне как раз хочется понять, откуда это все. Потому что очень было грамотно составлено обращение. Ну, потому что кто-то из взрослых, очевидно, написал. Да, конечно, очевидно. Мы даже знаем, ну, приблизительно, кто. Там есть активисты, которые участвуют в определенных движениях. И их, конечно, подбивают на эти вещи. Да, очень правильно. И вот этих активистов надо знать, и эти движения надо знать. И надо понимать просто, кто эти люди. И все. Но это, знаешь, это как... Ну, бессмысленно. Потому что всегда были коллаборанты. Вот и Вайд нам было такое. Да, были всегда предатели. Были всегда коллаборанты. Это дети не предатели, нет. Но они под влиянием коллаборантов и предателей. Те, которые предают историческую память. Не хочешь идти, не ходи. Но когда ты пишешь, и ты пытаешься это раскрутить, ты хочешь то показать. Ведь они же пытаются принести какую мысль, что бессмертный полк, это вот заставляют идти всех, даже детей. Мы же понимаем, чем это делать. И мы знаем, какие СМИ будут это раскручивать. Мы же все с тобой понимаем. Не трать даже на них свое время. Ну, хочешь выслушать, выслушай. Они будут записывать и радостно говорить, видите, нам не помогли. Или требуют, чтобы уволили руководители класса и директора школы. Правда? Ну, не думаю, что они будут этого требовать. Они написали мне и начальнику управления образования. И мы, собственно говоря, я уже тоже комментировала в прессе и сказала, что, конечно, эта акция абсолютно добровольная. Никто не заставляет и не может заставить. Но я очень сожалею, что такая потрясающая патриотическая акция в памяти об этой страшной войне не затронула их детские души. А почему она должна была затронуть? Может быть, как раз они из той страны, которую воевали в РОА, может, они себя чувствуют побежденными? Может, для них это день на страшной трагедии, что они не пьют баварское пиво? Слушай, мне страшно. Им 15 лет. Ну, конечно. 15 лет. А ты еще посмотри, интересно. А сколько было тем, которые с радостью ходили в нацистской форме? Есть же и такие среди молодежи. Есть же и здесь недобитые нацистские движения. Это же тоже такой вопрос. Здесь же надо четко разделить. Первое. Никого заставлять нельзя. Второе. Когда ты высказываешь уже свой протест против этого, это уже интересно. Вы знаете, это на самом деле сложный вопрос. Я, с одной стороны, абсолютно убеждена, что заставлять нельзя ни в коем случае. А с другой стороны... Это абсолютно порочно. Вот как-то у нас... Вот так либерально, получается, мы относимся. А если либерально относиться и дальше, так это же зараза, она ведь может... Мы понимаем, что это не дети делают. Это делают взрослые, которые подбивают неокрепшие умы. И это ведь зараза. Она может дальше пойти распространяться. Это взгляд уже есть во своем. Поэтому, Ксения, если уж так идти, то интересно понять. А у них какие взгляды будут эти дети? Вот мне тоже очень интересно понять, Владимир. Ну, удачи тебе. Я думаю, что терпение нужно будет колоссальное. Просто колоссальное. И лучше говорить сразу с их родителями. Присутствие их родителей. А они будут присутствовать? Да, да. Вот просто понять их мотивации. Один момент принуждения недопустимы, а другой момент политическое несогласие с акцией. Вот это глухую очередь. Должны, к сожалению... Ксения Мишонова с нами на связи. Была детский англоксмен по Москве. Прогноз погоды в городах России на вторник, 8 мая. В Екатеринбурге, как в Челябинске, завтра пройдет небольшой дождь. В городах обещают плюс 10-12 градусов. В Сургуте без осадков на плюс 1-3. В Новосибирске... Погода. В Москве плюс 19, по данным сервисам Яндекс.Погода в нем без осадков. И до 20, также без дождя. В Нижнем Новгороде во вторник плюс 21-23, без осадков. В Владимире и Туле плюс 20-22 градуса в обоих городах без осадков. В Ростове-на-Дону жарко 27-29, без осадков. Такая же погода ожидается в Краснодаре, но там возможен кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге во вторник переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит плюс 17-19 градусов. В Москве также переменная облачность и без осадков. Днем плюс 22-24 градуса. Куда уходят деньги и где их взять? Программа «Неделя в цифрах» с Никитой Кричевским. Каждую пятницу с 19 до 21 на радио Вести ФМ. Место, где правит принц Датский. Где ружье обязательно выстрелит. Где все происходит от вешалки. Санкт-Петербург, переживание силы, почтение по поводу одной единственной жизни. Обсуждаем громкие премьеры. Интересуемся творческими планами. Выслушиваем мнение профессионалов. Пробег из Шуршенко, это неправый план. Пролетаем из Дом Кукушкини про карательную психиатрию в СССР. Любите театр. Он реальнее жизни. Программа «Служебный вход» с Григорием Заславским. Каждую субботу после 21 часа на радио Вести ФМ. Дню Великой Победы посвящается. Операция «Дезинформация». Как ввести противника в заблуждение. Спланировать все так, чтобы застать врага врасплох. Скрыть направление главного удара. «Военная хитрость». Специальный проект Андрея Светенко о засекреченных операциях в Великой Отечественной. Каждый день на радио Вести ФМ. Полный контакт с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран. Телефон прямого эфира 232-15-59. Отправляйте СМС на номер 5533. Вначале пишите слово «Вести». А с этими детьми, с этим письмом, это очевидная информационная война. Моментально это будет подхвачено либеральными и западными средствами массовой информации, которые будут говорить, не надо верить, что это выходит на рот. Видите, это заставляют, видите, выгоняют школьников. То есть это все настолько очевидно. Вот просто просчитывается насчет раз. А вот что с этим делать? Очень спокойно к этому относиться. А наплевать на них. Вы думаете? Потому что ведь это же будет продолжаться. Ну кому-то хочешь. Ну народ же не знает правды. Народ правду знает. Кто выходит, сам знает. А все остальные, которые друг для друга будут рассказывать, ах, это понавезли да понавезли, они уже в аду. Просто вот дело в том, что если мы обратимся к ситуации, которая внутри Соединенных Американских Штатов... Никого не волнует. Это вообще никого не волнует. Никто не смотрел на такого рода вещи. Там сразу визг, вой бы поднялся, как так, что такое, как попустили. А у нас как бы это норма. Мы такие прям добрые, как все. Что ты предлагаешь делать? Зачем? Да вот это вот большой вопрос. Нет, они делают это осознанно. Другой вопрос в том, что они играют детьми, что они манипулируют. Но для них это нормально. Они решают политическую задачу. Для этой решения политической задачи им все средства хороши. Поэтому даже не надо удивляться. Ты пытаешься переубедить людей, которые осознанно являются врагами. Ну, мне печально, что они детей в это втягивают. Ах, а кого и чем в это втягивают? Они используют любые средства. То, что народ-то люди знают, безусловно. Людям ничего доказывать не надо, потому что они сами идут и видят, как это происходит. А эти будут... Не было ни одного бессмертного полка, чтобы эти дерьмом не исходили. О, да. К сожалению, это так. А людей каждый раз все больше и больше. Слушайте, да я сама каждый год принимаю участие в бессмертном полку. Это для меня уже такая священная традиция. Я специально в Москве никуда не уезжаю. Я 9 мая здесь. И я знаю, как это выглядит. Потому что когда мы выходим из дома, еще из подъезда с портретами, еще спускаемся по лестнице. В это же время наши соседи точно так же спускаются в лифте и по лестнице с портретами. Они выходят из подъезда, и мы одновременно идем по улице. Кто-то заходит в метро, кто-то дальше идет. Ну, это вот прямо здесь, среди нас. Это вот мы. Это бред нам что-то доказать про фейковые вот эти вот мероприятия. Да идите вот куда подальше со своей вот этой хреновней. Тот же пишет. Гулял вчера по Питеру, обратил внимание на кампанию так называемых молодых скинхедов, футбольных болельщиков, лет по 15-17. С нашивками, значками. Ну, видно, фашисты. Хотелось подойти и дать в морду. Когда его порадят на войне, основила только, что рядом была беременная жена. А закон должен работать. Вот в соцсетях он написал о том, что он нацист. Выбирать его надо. И не надо здесь стесняться. Да нацификация должна работать крайне жестко. Почему вы не разбираетесь с тем, кто заставляет, а не предлагает участие в полку, и тем самым одинаково дискретизирует движение? Ничего вы не слышали. Мы с этого начали. Что-то делать нельзя. Только еще не факт, что заставляют. Да нет, факт в том, что не заставляют. Это мы не знаем. Сейчас поедут и разберутся. У меня сын учится в школе. Заставлять никого нельзя. Но вот у меня дети в школе, никому никто ничего не... Абсолютно аналогичная ситуация. Даже близко нет. И ничто не мешает, если его сказать, нет. А потом, более того, я очень рада, что моему сыну рассказывают об этих событиях. Что не только дома он об этом слышит, но и в школе. Это должно быть, это правильно. Должно быть, должно воспитываться со школы, с детского сада. Так наше молодое поколение, наши дети. А затем, когда человек хочет решить, проблему заставляют или нет, он тихо спокойно говорит с руководством школы. Он не пишет там в СМИ, он не сообщает это сразу в СМИ. Совершенно верно. Это всегда видно. Всегда видны элементы информационной войны. Это как раз никакого сомнения. Немалейшего. Ну, верно, очень мысль произнесли. Если какие-то проблемы, мы звоним, встречаемся с классным руководителем. Ну, для начала и прежде всего. Я уверена, что на этом уровне проблема могла быть решена. Мама, 23-го года рождения. Есть фото однокрупников, медиков. Пять девочек, шесть мальчиков. Ни один из этих мальчиков свалили недоносы. На полку мы сына берем вместе с фото. Папа, деда, это общее фото, рассказывали. Люди слушают, затем рассказывают о своих героях. А может быть, этим детям и некого есть. Некого. Может, там страшные семейные истории. Я каждый год в организаторах мероприятий для ветеранов. И в душе скребет, да видишь, как ветеран, вспоминая то, что они прошли без церкви. Ну да, так и есть. Так и есть. Пойду в четвертый раз портретами своих дедов. Один погиб при форсировании Днепра, другой возил продукты по дороге жизни, пишет Елена. А те, которые на дерьмо исходят, ну они и будут исходить. Они и будут исходить. И СМИ такого типа будут замечать полторы тысячи навольнят, а не многомиллионную, бесконечную реку бессмертного полка. Это все понятно. Поражает, конечно, приятно и впечатляет тот факт, что бессмертный полк, это движение приняло масштабу просто планетарный. Действительно. Мы видим, что это происходит там в разных странах, не только в Европе, не только в Израиле, не только в Америке. Слушайте, на Ближнем Востоке, что самое такое... А ты в Сирии видела? В Сирии, да. Они шли с портретами наших ребят, которые погибли сейчас. Ну это сильно, да. Сейчас они граждане, в общем-то, разных стран, бывших советских республик. Эти люди 9 мая собираются вместе, они в принципе называют себя русскими, узбек, киргиз и так далее, и вместе, благодаря российскому консульству, организуют мероприятие. Это колоссально. А ты видел еще, что фуртуристка? Так, слушайте, вообще красавцы. Они мировую турнику поют, письма военные, и там гигантские площадки, собираются нереальное количество людей на открытых. В площадках они выступают, это просто фантастика. 9 мая не будет Москвы. Это, конечно, просто фантастика. Мощь такая. Молодцы. А заставлять никого нельзя заставлять или принуждать участвовать. Никого. Это просто совершенно недопустимо. Никого нельзя к этому принуждать. Это должно быть только веление сердца. Вот вопрос прислали. А в США тоже нагоняют силу? На бессмертный полк? Ну, конечно. Ну, естественно. Там, наверное, конечно. Вот многие пишут, что в Минске запретили бессмертный полк. Если нас слушают, в Беларуси тут может подтвердить или отправить эту информацию? Сообщите, пожалуйста. Это просто важно. У меня вообще дома именно благодаря тому, что бессмертный полк когда-то состоялся и прошел впервые, теперь постоянно стоят огромные портреты четырех наших дедов. И это не значит, что до этого не вспоминали, смотрели на таграме и не говорили об этом. Но именно благодаря бессмертному полку мы сделали это вот в таком месте. И после каждого шествия они теперь стоят у нас на большом месте целый год. Это смотрится, знаете, как иконостас на своеобразное. И я очень рада, что мой сын, которому в июне будет 10 лет, растет в виде леда. Здравствуйте. Я очень маленький индивидуальный предприниматель. Я перед мать за 10-20 лет по согласованию с управой района. Оказываю услуги ветерану были бесплатно. В один прекрасный день пришли французы, выкупили эксперт групп, выгнали всех таких же индивидуальных, как я. Эти площадь стали одному арендатору транснациональной компании. Компания не помогает ветеранам, но зато и те, и другие активно пиарятся с георгийскими ленточками. Не важно, как у меня золото, кто я такой, важно, как мы живем каждый день, а не только в День Победы. Абсолютно разные вещи. Вот просто абсолютно разные вещи. День Победы стоит особняком. И в День Победы вы вспоминаете и отдаете дань памяти великому народу-победителю. То, что с вами произошло, не связано с тем, что вы оказывали услуги ветерану войны. Увы, это жестокий рынок. А если вы хотите, чтобы, исходя из того, что вы оказываете услуги, для вас были изменены рыночные условия, такого не происходит ни в одной стране. Сейчас видел на заднем стекле автомобиле фото с орденами военнослужащего. Тоже заставили, пишет Александр из Москвы. Да, конечно, все заставляют. Всех заставляют. Ну и вот эти многочисленные вообще... У нас дети в Волгограде идут на бессмертных город. С портретом и прадеда. Великую гордость запретка я вижу в глазах детей. Даже меня, мужика, слеза пробила. Да, так и есть. Но не волнуйтесь, всегда есть свиньи, которые ищут грязь. И которые стремятся вот этой грязью в собственном уши, заморать все. Надо просто понимать и не смотреть и не слушать. Идя к себе. Добрый день. Всем пишут нам, в нашей семье вообще не стоит вопрос. Идем ли мы на акцию. Дедушки оба боевали с ранениями и наградами. Одна бабушка трудилась в голову в поле, другая была убрана в концлагерь в Германию с тремя детьми. Самому младшему один и два. Выжили все. Как я не пойду. Что тогда скажут дети? Для простых людей это политика о победах жизни над смертью. Физическое и нравственное. Татьяна Челябинская, 37. И очень-очень много таких сообщений нам пришло в течение этого часа. И это радует. В общем-то, что и требовалось доказать, и то, с чего мы начинали. Сейчас текущий. 9 мая, день победы, это безусловно тот праздник, который абсолютно объединяет всех жителей не только нашей страны, но и соотечественников наших по всему миру. Абсолютно консолидирует без всяких сомнений. Для меня это... Ну, священный праздник, наверное. Еще раз повторюсь. 9 мая я всегда в Москве. Завтра иду на бессмертный полк. Приятно, что многие наши слушатели тоже идут. Значит, встретимся. Завтра с вами. А сейчас новости. А после новостей к нам присоединится Андрей Даниленко. 10 часов. Новости. В студии Лора Стадницкая. Госдума сегодня проголосует по предложению Владимира Путина назначить председателя нового правительства страны Дмитрия Медведева. Это решение должны поддержать не менее 226 депутатов. Заседание палаты начнется в 15 часов. По словам спикера Вячеслава Володина, в Госдуме рассчитывают на участие в нем президента. Накануне после инаугурации Путин принялся кандидатуру Медведева в Госдуму для получения согласия на его назначение. Главой Кабмина в этот же день на встрече с фракцией Единая Россия Медведев заявил, что предложит к главе государства кандидатура Максима Акимова, Татьяна Голикова, Ольге Голодец, Алексей Гордеева, Юрия Борисова, Виталия Мунхо, Дмитрия Казака на пост, на посты вице-премьера по Константина Чученко, на пост главы аппарата правительства. О поддержке кандидатуры Медведева уже заявили лидеры фракции Единая Россия, ЛДПР, КПРФ и Справедливая Россия. Сказали, что намерены голосовать против. Сегодня перед заседанием Госдумы Медведев намерен встретиться с представителями этих двух фракций. Около тысячи человек приняли участие в патриотической акции «Бессмертный полк», которая второй год подряд проводилась накануне Дня Великой Победы в Ханое. Организатором праздничных мероприятий выступили посольства России во Вьетнаме совместно с Российским Центром Науки и Культуры. Среди участников акции, помимо россиян, были граждане Вьетнама и представители бывших советских республик. С флагами и портретами своих родных, участвовавших в сражениях Великой Отечественной войны, они колонны прошли по территории императорской цитадели Тхан Лунг в центре города. Программу продолжил праздничный концерт. В прошлом году акция «Бессмертный полк» собрала около 250 тысяч участников за рубежом. По данным МИДа России, шествия прошли в более чем 60 государствах, среди которых страны СНГ, Сербия, Израиль, Греция, Болгария, США, Франция и Великобритания. Ежегодный мот пробег вдоль дороги жизни, посвященной 73-й годовщине Победы, Великой Отечественной войне, пройдет сегодня в Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Мотоциклист отправится от Пискаревского мемориального кладбища в Петербург до мемориала «Рубежный камень» во Всеволожске. Завершится пробег у разорванного кольца в поселке Кокарево. В рамках мероприятия также состоится церемония возложения цветов на Пискаревском кладбище к памятнику «Полуторка» и мемориалу жертвам Синайской авиакатастрофы. Мотоколонну возглавит губернатор Александр Дорозденко. На подъезде к Крымскому мосту прошли первые тестовые испытания беспилотного автомобиля «КамАЗ». Сообщили в Минтрансе, проезд состоялся на специально подготовленном участке федеральной трассы А290 на Бороссийск-Керч. По дороге двигались пять машин без водителей. Для контроля процесса в кабинах находились разработчики. Машины набирали максимальную скорость 40 км в час. Каждая проехала более 10 км. Это первое в России столь масштабное испытание. Оно завершило первый этап проекта «Караван», направленного на создание федеральной автодорожной инфраструктуры для передвижения беспилотного и электрического транспорта. К понему к 2035 году власти планируют создать интеллектуальную дорожную инфраструктуру на всех федеральных трассах России, входящих в международные транспортные коридоры, пригодную для беспилотного вождения. Редактор субтитров А.Семкин